По словам жителей, в квартире номер 11 на третьей парковой 1 все началось с небольшой протечки с потолка в спальне, а спустя пару дней приклеенная потолочная плитка рухнула вместе со штукатуркой. Ночью в 4 часа ночи обвалился потолок. Кровать стояла вот прямо под этой дырой. Только чудом никто из спящих не пострадал. По словам жителей, потолок обвалился из-за того, что снег на крыше над их квартирой после сильного снегопада никто не чистил. Пройдет постоянное намокание угла, образуется постоянно плечи. Жильцы из 12-й квартиры боятся таких же последствий, как у соседей. Антуфьевы купили жилье еще год назад, но до сих пор опасаются делать в нем ремонт. Там проблема с водостоками и с яндовой. То есть весь снег и вся вода, которая на крыше, течет в наши квартиры. Вот мы воду собираем, ведро, чтобы хотя бы к соседям это все не протекло. В управляющей компании заявили, после аномального снегопада рабочих убраться везде не хватало. Но по первому требованию жильцов снег уже расчищают. Так как они понесли финансовые, скажем так, потери, да, мы в рамках своего договора управления на данный дом будем им восстанавливать все. Начать восстанавливать обещали после того, как закончат с уборкой крыш во всем районе. А вот у жильцов дома 82, корпус 5, на Новомытищинском проспекте перспективы пока не ясные. Они уверяют, ночами с крыши течет вода и стекает на балконы. Причем почему-то только второго подъезда. Ночью идет вода. Не просто капает, она просто льется. И вот от этого получается, вот это вот. Такого не было никогда. Из-за этого загадочного слива балконы покрылись сосульками, а стены дома – ледяной глазурью. В управляющей компании природу этого явления объяснять не захотели. Жанна Лавянникова, Денис Петров, информационная программа «День». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова